здравствуйте уважаемые студенты вашему вниманию представляется очередная лекция на тему компрессионной сжатия в этой теме мы с вами рассмотрим следующие вопросы основные закономерность сопротивления грунтов действия внешних нагрузок механических свойств грунтов условия работы грунтов в массиве основные законы свойств механических характеристик закон уплотнения сжимаемых грунта компрессионная зависимость компрессионное испытание коэффициент сжимаемости в модуль деформации грунта основной закономерность сопротивления грунтов действия внешних нагрузок механических свойств грунтов условия работы грунтов в массиве основных законных свойств механических характеристик механическими называются те свойства грунтов которые характеризуют их поведение под нагрузку под действием передаваемых сооружением вертикальных или наклонных сил в массиве основание возникает нормальные и касательные напряжения приводящие к деформации грунтов кроме того грунт испытывает напряжение от собственного веса деформация от собственного веса грунта завершается как правило в процессе образования и диагенеза грунтов напряжение возникающие от усилий передаваемого сооружения приводит к дополнительной формации грунтов наиболее часто имеют место деформации уплотнения грунтов под действием нормального напряжения реже деформации сдвигу грунтов звание касательно напряжения воздействие нормального напряжения на сплошные тела рассматривает механики деформации тех поскольку грунты относятся к дисперсным телам кроме закономерности деформируемости сплошных тел приходится учить изменение объема упор при сжатии то есть рассматривать дополнительный закон уплотнения кроме того грунта как и в сплошных телах при действии нормального напряжения наблюдается боковое расширение но по более сложной накономерности деформируемый сплошных тел под действием касательных напряжений характеризуется модулем сдвига при упругих деформациях границей текучести при пластических деформациях и коэффициентной вязкости обуславливающим вязкое течение грунта деформации сдвигов рассматривает сравнительно редко обычно интересуется сопротивлением их сдвигу при предельном напряженном состоянии это сопротивление зависит от угла внутренних внутренних и удивленных сцеплений грунтов определяем в соответствии с законным сопротивлением грунтов сдвига как деформированность грунтов во времени такие сопротивления сдвига зависят от доли напряжений передаваемых на сквер грунта и на воду находясь в порах поровая вода под действием возникающего в ней давление постепенно отжимается и передает его на скелет грунта поэтому деформированность грунтов и сопротивление сдвига зависит от фильтрационного способности грунта кроме того фильтрация воды в грунтах интересует строителя в отношении определение притока воды в котлован и расчета водопонижающих установок все это обуславливает необходимость изучения закона фильтрации поровой воды и так основным закономерствам относится закон фильтрации описывающий водопроницаемость закон уплотнения определяющий сжимаемость и закон сопротивление сдвигу характеризующий сопротивление грунтов сдвигу все механические это делится на три группы первая группа для оценки деформативных свойств грунта м0 кальций сжимаемости основания сантиметр квадрат на килограмм или метр квадрат на килограмм приведенный кальций нажимаемости основания е0 модуль общей деформации вторая группа для оценки фильтрастного слоя грунта кафе и кальций фильтрации сантиметр в секунду метр в сутки и здесь и гидравлический радион третья группа для оценки прочностного слоя грунта и угол внутреннего трения градусов цель кальций нацепление килограмм на сантиметр квадрат мегапаскаль для определения деформативного слоя грунта проводится компрессионность закон уплотнения сжимая из грунта компрессионно зависит из компрессионного испытания коэффициент сжимаемости модуль формата физическое представление так как грунта состоит из твердости здесь и пор который частично лифон заполнен водой теоретически при его сжатии должны уменьшаться объемы всех трех компонентов твердых средств воздуха и влаги поскольку напряжение сжатия возникающие обычно в основании сожжения сравнительно небольшие объемные деформации твердых средств состоят из таких материалов как квадрат и полевой шпат и другие ничтожно малы и не учитывается следственно можно считать что изменение объема грунта при сжатий происходит только из-за обмене изменения объема пор если упругой деформации скелета грунта тонких пленок воды расположены между системами упругого сжатия пузырьков воздуха а также сжатия пор воды подлежащие расставленного могут происходить упругие изменения объема грунта какие деформации грунта как правило по много раз меньше остаточных последний развивается когда возникающие у грунте напряжение превышает его структурных просм в внешнем счете остатки деформация приводит к уплотнению для уменьшению порции грунта и формации уплотнения развивается в результате сдвигов или смещения отдельных частиц грунта относительно друг друга также при разрушении частиц особенно в точках и контакт деформация уплотнения плеватоглинистых грунтов чаще всего протекает медленного времени это объясняется предвиду тем что при уплотнении из пор водонасыщенных грунта должна быть выдавлена вода без этого грунт уплотняться не может так как вода практически неожиданно в процессе выдавления воды из водонасыщенных плеватоглинистых грунтов в средстве их малой водопредставимости продолжается длительное время медленное развитие деформации поклонений так и двигал обуславливается кроме того ползучестью связанной воды окружающие твердые частицы и ползучестью самого скелета грунта все механические скорости грунтов обычно определяются опытным путем исследуемые полюсовые ворота на слое сжимаемый грунт обуславливается изменениями их пористов с действием переупаковки части ползучестью водных оболочек вытеснением воды из пор грунта сжатие полностью водонасыщенных грунтов возможно только при условии вытеснения воды из пор грунта исследуем грудь ненарушенной структуры помещая его в одометр вот принцип работы водометра здесь вот одометр круглокилиндрическая посуда дно значит наглухо закрыто боковые поверхности не дают возможности расширения грунта а сверху становится крышка с отверстиями для возможности выхода воды и газа сверху прикладывается усилия сжимается то есть здесь значит грунт сжимается в одноочном направлении без возможности расширения в сторону и вот здесь прикладывая нагрузка по 1 произойдет уплотнение грунта и коэффициент пористов и станет яйцем нагрузка по 2 и 2 и так далее 4-5 см то есть с увеличением нагрузки коэффициент пористов и уменьшается затем будет самая нагрузка иногда за результатом по результатам испытаний строится график компрессионной кривой вот здесь видите компрессионная кривая то есть прямая это то есть нагружение то есть процесс уплотнения идет если потом убрать нагрузку то происходит обратный процесс то есть разуплотнение но видите уже путь разуплотнения графический то есть уже после компрессионного сжатия компрессионная кривая позволяет судить о сжимаемости грунта изобразимых снова компрессионной кривой вот здесь компрессионная кривая здесь определение коэффициент сжимаемости как видите здесь вот превращение нагрузки дельта п и уменьшение коэффициента пористов и степени на небольшом на небольшом участке рассмотрим приращение нагрузки дельта п и получим соответствующий дельта е заменим дугу прямой рассмотрим угол альфа тангенс угол альфа наклона касательно компрессионной кривой называется коэффициентом сжимаемости м0 то есть тангенс альфа равно м0 если м0 меньше 5000 грунт мало сжимаемый считатель если м0 находится м0 больше 5 счетов то грудь сильно сжимаемый кроме этого используется коэффициент относительно сжимаемости м0 это относительно сжимаемости на м0 деленное на единицу пуске 0 где е0 начальный коэффициент пористов и дельта е это тангенс альфа альфа минус покажет что с увеличением нагрузки альфа нагрузки альфа уменьшается альфа также может сформулировать сжимаемость для фундаментов большинства зданий и сожжений характерно небольшое изменение давления поэтому для них применяют закон уплотнение грунта изменение коэффициента пористов и термофорциональное изменение давления то есть д е равно минус 0 д к и финциальной формы или м0 равно минус е 2 минс 1 разночная форма существенной особенностью природных грунтов ненарушенной структурой является наличие так называемой структурной прочности которая проявляется при этом компрессионном испытании вот на рисунке показано что сжатие грунта при наличии структурной прочности 1 видите здесь линия 1 это сжатие грунта при наличии структурной прочности 1 тот же грунт при нарушенной структуре вот пунктирная нарушение пройдет сжатие и 3 это структурно неустойчивый грунт 3 структурно неустойчивый грунт в начале чуть-чуть сопротивляется потом реальность сопротивление уменьшается по мере уплотнения опять сопротивление начинает увеличиваться благодаря наличию структурной и в частности структурной связи между естественными при относительно малых нагрузках на основной веке компрессионной кривой до напряжения сигма стер наблюдается практически горизонтальный участок то есть отсутствие уплотнения при напряжении несколько больше структурной прочности сигма в результате разрушения в трубке связи между естественными происходит резкое нарастание формы уменьшение порости величина сигма в некоторых грунтах может быть весьма малой от 0,01 до 0,05 мегапаскаль и поэтому для того чтобы ее обнаружить нужно тщательно сохранять структуру образца грунта и прикладывать нагрузку малыми ступенями очень плавно наиболее ярко влияние структурной прочности проявляется в вилистых грунтах некоторых очень влажных длинных плинок например и ольдивердлинок и других имея очень жесткое сложение и как следствие в водоросыщенном состоянии значительной влажной эти грунты обладают структурной прочности после малейшего преодоления которой начинается половинное разрушение связи между естественными и значительно обычно катастрофически для возведенных на них сооружений стремление к значительному уплотнению водонапышленного грунта в результате это ранее относительно прочный грунт переходит в практически в состоянии жидкости поэтому такие грунты иногда относятся к категории структурной неустойчивости одним из возможных путей строительства на таких грунтах является максимальное сохранение вне структурной связи во всех случаях благодаря наличию структурной связи сжимаемость любого грунта ненарушенной структуры меньше сжимается такой же грунта на нарушенной структуре имеющей одинаковые начальные концепты поростности сопоставляя сжимаемость грунтов в различных видах следует делать общие практики важное заключение об относительно малой сжимаемости несвязанных грунтов небольшой сжимаемости связанной глинести грунтов при действии статистических нагрузок в результате действий возможных строительной практики статистических взрывающих напряжений невозможно существенно уплотнить и тем более добиться плотного упражнения еще меньше уплотняются при статистике наказанной сжимаемости это объясняется жесткостью структуры таких грунтов наличие непосредственно контакты между частицами и формами ряд частей крупноголомочных грунтов при нагрузке перемещается только после разрушения или сколового пленистого грунта содержащего плотинчатые частицы окруженные пленками связанной воды то есть сжимаемости при статистике воздействии проявляется весьма ярко этим же осознанным кругом объясняется существенная разница в процессах разбухания не связанных не связанных нитах разбухания и объясняется в основном упругой деформации наоборот явление разбухания ярко является в основном за счет увеличения приводных связанной воды также одно из увеличений характеризующих взимаемых грунта является модуль деформации грунта е который учитывает как угрыг так и остатки деформации грунта вот здесь приведено е 0 напряжение полная отошительная деформация то есть определенную награду модуль деформации грунта может определяться в лабораторных условиях под компрессионный привод модуль деформации грунта обратно профессиональный коэффициент относительно нажимания грунта и прямо профессиональные функции коэффициента поднимаемые для крестов и ступиси 0.30 для шутников 0.35 для глины 0.42 коэффициент форсона одна из свидетельств характеристик мочевого круга тела равная отношению абсолютного значения относительно попережной деформации элемента тела X и его относительно продольной формации X взятые с обратным знаком в случае если действует только вертикальное напряжение X в этом случае отсутствует концент форсона изменяется теоретически от 0.50 а практически от 0 до 0.50 коэффициент форсона не может быть более 0.5 так как в этом случае при сторонном сжатии должен был увеличить объем что физически невозможно таким образом при дельта X при сигма X равном сигма X равном сигма 0.50 т.г. 0.60 дельтом сиреном D Полевые условия с помощью штамм Уполняя отбор проб при испытании грунтов, мы нарушаем его структуру и, следовательно, нарушаем его свойства. Поэтому производят полевые испытания грунта штампами, большого и малого диаметра. Штамповые испытания заключаются в том, что штамп устанавливается на дно котлована на предварительно защищенную и разровненную поверхность грунта, после чего загружается ступенями нагрузки. Последующая ступень нагрузки приглашается после засыпания осадки от предыдущих ступеней. По линейному участку в зависимости от осадки S сантиметра от нагрузки и F, в мегапасаде это может деформация една. Основным достоинством этого вида испытания является то, что они ведутся непосредственно в грунтовом массе. При испытании с жесткими штампами требуется тщательная достанавливка нагрузки с прилеганием по всей поверхности. Штампы испытания производятся также в скважине. В этом случае штамп становится в забое скважины. Применяются также в винтовые штампы. Стандартная площадь штампа F равна 5000 см2. Нагрузка увеличится ступенями по 0,5 мегапаскалям. Вот штамповый стандартная площадка, послование полевых условий, приведено схематически. Откапывается шурф, но шурф тщательно выравнивается, туда устанавливается штамп, и на нее прикладывается нагрузка. Как сказано было, ступенями по 0,5 мегапаскалям каждый слой. Измеряем осадку нашего штампа. Так как мы просто задаем сами, то в любой момент времени знаем, что знаем P. S равно омега P на B 0,7 мегапаскалям 0, это формула Штетера больше нет. Здесь омега кольцин зависит от шурфа штампа. B ширина штампа. Ню кольцин бокового расширения грунта, кольцин фасонный. И Е0, модуль общей деформации. Достоинство этого метода, это испытание грунта, не нарушение структуры. Недостатки, это трудоемкость и продолжительность испытания. Е0, значит, оттуда Е0 находится в следующем уровне. Омега на B, умножение на B, умножение на B, умножение на B, умножение на F. Также для песчан и полеватых листов грунтов, допускается определить модуль деформации на основе результата статистического и динамического зондирования грунта. В качестве показателей зондирования принимают при статистическом зондировании сопротивления грунта погружение конус и зонда определено с зондами условное динамическое сопротивление грунта погружение конуса. И третий способ – это по таблицам СНИК 83-го. Основание зданий и сооружений и региональные нормативные документы, исходя из простейших физических характеристик грунта. Для предварительного расчета основания и сооружений 1-2 уровень ответственности, а также для окончательного расчета основания и сооружений 3-го уровня ответственности и отпора воздушных клиников для передач независимого от их уровня ответственности допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по таблицам в зависимости от физических характеристик. При соответствующем обосновании допускается использование таблицы для окончательных расчетов сооружений второго уровня ответственности. В качестве примера можно привести нормативное значение модуля деформации Е-мегапаскалей в пешковке к вертичным отложениям в зависимости от вида и коэффициента полисиции Е. Таблица 3.1. Нормативное значение модуля деформации Е-мегапаскалей в пешковке и четвертичном отложении. Ну вот видите, пешки и гравилистые крупные, средней крупности, мелкие и поливатые. И обозначение характеристико-модуль деформации и характеристико-модуль коэффициента полисиции Е в следующем значении. Спасибо за внимание. И не следствие. Спасибо.